Около 500 казахстанцев могут находиться в Иране и Израиле. В Министерстве иностранных дел сообщили, что ситуация стабильная и с нашими соотечественниками поддерживается связь. Решения по выезду принимаются ими самостоятельно. Напомню, на выходных Иран атаковал Израиль беспилотниками. Международные авиакомпании столкнулись с перебоями в полете, в их числе оказались и казахстанцы. Более 300 беспилотников и ракет выпущены на территорию Израиля субботней ночью. Это первая в истории прямая атака Ирана на страну. Цахал сообщил, что 99% угроз были уничтожены. Помощь оказали военные США, Великобритании, Франции и Иордании. Несколько ракет упали на территорию Израиля, нанеся незначительный ущерб военной базе. Жертв нет. Пострадала только одна маленькая девочка. И мы надеемся, что она будет здорова. Действия Ирана – ответ на авиаудар по консульству Исламской республики в Дамаске. Тогда погибли семеро, в их числе высокопоставленные генералы. Тегеран обвинил Израиль, но там не подтвердили и не опровергли свое участие. Если бы международное сообщество и Совет безопасности реагировали на агрессивные действия Израиля в последние годы, мы бы не увидели сейчас таких решительных действий этого режима. Если Израилем будут предприняты другие действия, то и наши действия будут более серьезными. Лидеры многих стран призывают к урегулированию конфликта. В ООН провели срочное заседание Совета безопасности. Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации, а также максимальной сдержанности. Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем и призывает стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разноклассей исключительно политико-дипломатическим путем. Зарубежные эксперты считают, что из-за эскалации напряжения цены на нефть могут вырасти. По мнению наших политологов, ситуация может отразиться на торговых отношениях. Это, наоборот, бросает вызов для Казахстана как раз более усердно продвигать альтернативные торговые пути безопасные. И здесь вопрос безопасности, обеспечения свободной, взаимоинтересной, взаимовыгодной торговли будет в большей степени приоритетом. Многие международные авиакомпании меняют маршруты, вследствие чего 180 казахстанцев застряли в городе Джидда, Саудовской Аравии, но уже прибудут в Алматы этим вечером. Все пассажиры во время ожидания вылета были размещены в гостинице, им были предоставлены горячие напитки, прохладительные напитки. То есть все услуги, предусмотренные законодательством, были обеспечены для пассажиров. В настоящее время авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы, пересматривают свои расписания некоторых рейсов для обхода воздушного пространства данных стран. В авиационной администрации Казахстана посоветовали следить за статусом рейсов на официальных сайтах или через колл-центры авиакомпаний. Айжана Спанова, Саната Служанов, Первый канал Евразия.